«Она так похожа на тебя!» – любовался Никита новорождённой дочкой. «Да что ты плетёшь? Она ещё страшная и непонятная!» – возмутилась супруга. «Ты почему такая нервная?» «Потому что бесит меня, как ты ей любуешься! А что ж она?» «Это же наш ребёнок! Разве ты её не любишь?» «Нет! Меня вообще бесит, что из-за неё я привязана к дому! Меня девочки в клуб зовут, а я должна памперсы менять!» «Ты можешь со мной оставить дочь, если тебе очень хочется куда-то сходить!» «Тебе, наверное, просто нужно немного развеяться, чтобы снять напряжение!» «Наверное, ещё не появился материнский инстинкт, но ты, несомненно, её полюбишь!» «Сомневаюсь! Я даже находиться с ней рядом не хочу!» «Но ты же сама наистаивала на рождение ребёнка!» «Да, но я себе это не так представляла! Из-за неё я не чувствую себя женщиной!» «Да и фигура после родов испортилась!» «Когда я смотрела красивые фото в интернете, такого не видела!» «То есть тебе нужна была дождь для красивых фото в соцсети?» «Но ты же мне все уши прожужжала, что нам нужно переходить к новому этапу!» «Родился ребёнок, а ты всё равно недовольна!» «Я понимаю, но я её ненавижу!» «Как ты можешь такое говорить? Ты же мама!» Никита обнял жену, но она его отодвинула. Мужчина был уверен, что у Татьяны просто послеродовая депрессия, хотя Таня просто иначе видела свою жизнь. Она пожалела о том, что решилась на материнство. Ей хотелось и дальше наслаждаться свободой. Никита пошёл собирать коляску, ведь они готовились к первой прогулке с малышкой. Но вдруг услышал крики жены. «Забери её от меня!» «Что с тобой?» – удивился мужчина. «Мне нужно пройтись, чтобы успокоиться. Купи ей смесь, я больше её кормить не буду. Надоела мне такая жизнь. И тебя я видеть больше не хочу». «Но ребёнок – это не вещь, которую можно вернуть в магазин. Мы вместе со всем справимся. Просто нужно немного терпения». Пока Никита успокаивал плачущую дочку, Таня схватила рюкзак и вышла из квартиры. Муж даже не догадывался, что в том рюкзаке были сложены её вещи. Да и телефон супруга отключила. Мужчина набрал номер подруги Татьяны, чтобы узнать, куда подевалась Татьяна. «Я не скажу, где она. Она больше не вернётся», – ответила она. «Что за детский сад? Где Таня?» «Пока». На фоне Никита слышал смех нерадивой супруги. Ему стало всё понятно. Он очень надеялся, что после замужества и рождения ребёнка Татьяна хоть немного повзрослеет. Однако она по-прежнему отдавала предпочтение подругам, которые ей затуманили голову. Никита всё это осознавал, но не знал, как быть дальше. Он решил позвать маму на помощь, ведь работу никто не отменял. Когда он зашёл в спальню, заметил пустые полки в шкафу и записку. «Я хочу быть свободной». От мрачных мыслей его отвлёк звонок в дверь. Никита надеялся, что это Таня, но нет, примчалась на помощь мама. «Таня ушла», – сказал Никита. «В смысле? У вас же дочка несколько дней назад родилась». «Вот так». Она сказала, что не хочет так жить. Ей нужна свобода. А я думала, что она изменится и оставит свои фокусы в прошлом. «Я тоже так думал. Может, ещё вернётся?» «Честно говоря, сомневаюсь, что мне делать, мам». «Не думай, Никита, о плохом. Настраивайся на позитив. Тем более, ты не один. А если она навсегда ушла? Тогда мы сами вырастим малышку. И сделаем всё для того, чтобы она не пошла путём своей матери». Прошло три года. Таня всё это время не вспоминала о муже и дочери. У Никиты появилась любимая женщина, которая заменила Карине мать. Но тут, на горизонте, объявилась Татьяна. «Привет, любимый!» – улыбнулась она. «А это кто?» – удивилась Алина. «Ошиблась адреса. Не обращай внимания, любимая!» – ответил Никита и захлопнул дверь. Всех благодарю за просмотр этого видео. Не забываем подписаться на мой канал, пишем комментарии, ставим лайки. И всем всего хорошего!